И у вас все прекрасно. Это как взять и отполировать старый самовар. Номинации лучший бронзер прошлого года побеждает, точно способен замаскировать все невзгоды в нашей жизни или даже развод с мужем. Всем привет! Сегодня у нас с вами наконец-то подведение косметических итогов года. Я надеюсь, что вы также соскучились по этим видео, как я. Если вы вдруг не смотрели мои праздничные влоги, то я здесь поздравлю вас с Новым годом. В первую очередь желаю вам крепчайшего здоровья. И в этом году у нас такая волшебная цифра 2020 год. И пусть она принесет немножко магии в жизнь каждого из нас и также исполнит все наши заветные желания. Сегодня у нас видео о фаворитах прошлого года. И я постаралась подобрать те косметические средства, которые я или попробовала в прошлом году. И они мне настолько понравились, что я их забираю в этот уже наступивший год. И также те средства, просто уникальные продукты, которым я не нашла замену, я буду коротко о них упоминать. Ну что, давайте начнем? Поехали! Первое средство, которое влюбило меня в себя, хотела сказать, что это база под макияж. Но на самом деле это легкий увлажняющий крем с сияющим эффектом от бренда KIKO. Это их уходовая линейка. И то ли к сожалению, то ли к счастью, это средство не подходит мне в качестве такого самостоятельного, полноценного ухода. Потому что у меня кожа склонная к пересыхания, ну вообще она такая комбинированная. Но благодаря тому, что оно такое вот легкое по своей консистенции и очень универсальное, оно как раз подойдет очень многим из вас. Независимо от того, у вас сухая или жирная кожа. Если жирная, то возможно вам понравится соло. Это средство на вашей коже, этого будет вполне себе достаточно. Что же это такое? Это легкий флюид с красивым подсвечиванием. На самом деле, когда наносишь его на лицо, то он очень приятно ощущается, быстро впитывается, дружит с каждой тональной основой и не дает металлического эффекта. Вы не заметите каких-то явных блесток. Все очень плавно распределяется. Это такое жемчужное, красивое, очень спокойное сияние. И если нанести такое средство под, например, макирующий тон, то это будет так красиво лоснится. Знаете, кожа приобретает такие переливы, которые свойственны здоровой, ухоженной и напитанной коже. И это даже омолаживающий эффект, освежающий. Мне нравится то, что здесь универсальный оттенок. Возможно, если вы очень-очень светлокожая девушка, то на вас эта база, я буду называть это базой, будет немножечко желтеть. А так к этой базе у меня нет никаких замечаний. Наоборот, только восторженные эмоции она у меня вызывает. Особенно она мне нравится в сочетании с моим любимым тональным кремом на выход. Или тогда, когда мне хочется выглядеть по-особенному хорошо. Чтобы макияж был идеальным, чтобы он держался с утра и до поздней ночи. С прошлого года постоянно пользуюсь тональным кремом от Evaline. И даже среди более дорогих косметических средств я не нашла чего-то, что настолько ровно, настолько тонко ложится на лицо. При этом все перекрывает этот тон, можно наслаивать. Он не засыхает какой-то коркой на моем лице. Он скрывает поры. Я его обожаю. Я знаю, что кто-то его любит, кто-то терпеть не может. Но для меня это действительно настоящий must-have косметички. Заказывая тон от Shiseido, я даже не предполагала, что он так хорошо подойдет моей коже. И что я стану его использовать изо дня в день с таким большим удовольствием. Я не люблю тональные кремы, которые наносятся маской, ее вот так вечером снимаешь и ставишь на полочку. Это не тот вариант. Я всегда за то, чтобы кожа просвечивалась, за то, чтобы она выглядела здоровой, свежеотдохнувшей, но не перегруженной. И этот тональный крем, он дает и уход, и при этом скрывает какие-то мелкие недостатки. То есть это легкое, к среднему покрытие, и он так хорошо, так приятно ощущается, особенно в холодное время года. Если у вас жирная или комбинированная кожа, и вы любите что-то поплотнее, я не уверена, что вы его оцените по достоинству. Но если у вас возрастная, сухая, обезвоженная кожа, обязательно попробуйте. И когда-то, пару лет тому назад, я так сильно восхищалась вот этим свечением старой версии и в Сен-Лоран тушекла, увлажнением и всем сразу. И когда формулу немножко изменили, у меня постоянно было какое-то «но». То под него крем нужно было какой-то наносить специальный, более увлажняющий, то оттенок. Не каждый хорошо на мне работал. Здесь же все настолько прекрасно, что сейчас тон нейтральный номер 3 для меня темноват, и я охочусь за двоечкой. У нас были хорошие скидки, и, к сожалению, все раскупили. Я знаю, что его также любят визажисты, и для меня это просто огромнейший фаворит. Именно для повседневного использования, если я окрашусь. Наверное, будет нечестным, если я не скажу об этом коварном товарище. Я пользовалась этим сисикремом на протяжении 4 или даже 5 месяцев. И, как видите, он у меня уже подошел к концу. Это пустая упаковка. Но я все-таки должна предупредить вас о минусах, чтобы вы не разочаровались. Но я его очень сильно любила, особенно в теплое время года. Это польская марка Фармацерис, сисикрем с SPF 30. Здесь есть только один оттенок, и он далеко не светлый. Поэтому использовать его зимой я не могу. Но так как он красиво ложится на кожу, я наносила его в минимальном количестве. То, как он защищал ее от воздействия солнечных лучей, от пересыхания. Если были какие-то там покраснения, какие-то прыщи, даже я его использовала вместо консилера. Просто наносила под глаза. Он чудесно все перекрывает, его можно наслаивать. Я его даже не припудривала. И лицо, опять же, такое увлажненное, такое вот, знаете, напитанное. Как будто я там не вылезаю из спа. И то и дело мажу на себя какие-то масочки. Я, конечно, тоже это дело люблю. Но не всегда кожа выглядит хорошо. То я что-то попробую, то я что-то съем, то у меня аллергия. Но этот CC-крем точно способен замаскировать все невзгоды в нашей жизни, которые отображаются на нашем лице. Недосыпание или даже развод с мужем. Консилеры. В этом году у меня случился камбэк с прошлых лет под названием Хелена Рубинштайн. Это действительно самый лучший консилер. Я так говорила еще об одном в этом году. Но чем дольше я им пользуюсь, тем больше он мне нравится. Точно такой же консилер есть у моей мамы. Это говорит о том, что он также подойдет для возрастной кожи. И это, опять же, не такой вариант плотной штукатурки под глазами. Это хорошее перекрытие. Конечно, давайте не будем его сравнивать с Start Shape Tape или же с Too Faced, который тоже у меня есть с большим спонжем. Это другая лига. Здесь менее плотное покрытие и дополнительное увлажнение. Он не ощущается под глазами. Если его правильно зафиксировать, то он будет держаться целый день. Если вы захотите сделать праздничный макияж и выполнить бейкинг под глазами или на всем лице, с ним у вас тоже это получится и ваша кожа не пострадает. Обожаю это средство. И здесь 15 мл хватает на очень долго. Я только распределяю при помощи спонжа. Я несколько раз вам показывала. Для меня на данный момент это лучший консилер, который когда-либо был в моей косметичке. И второй консилер, которым я часто пользовалась в прошлом году, от марки Everline. Он тоже кремовый. Он тоже улажняет. Он чуть менее перекрывает, чем Хелена Рубинштайн. Но это, знаете, такой хороший вариант, опять же, для повседневного использования. Даже когда я не пудрю область под глазами. Немножко там освежила свой внешний вид. Нанесла под глаза, скрыла синяки. И этого мне вполне достаточно. Вовсе не потому, что я утром просыпаюсь с такой сногсшибательной красоткой. Скорее наоборот. Но просто я не требую от себя того, чтобы каждый день выглядеть так, как будто я собралась на красную дорожку. Но если уж я собралась блистать, то я всегда нанесу пудру под глаза. Потому что у меня есть рельеф впадины под глазами. Это с самого детства и с возрастом здесь жировая прослойка уменьшается. И если этого не сделает, то влажный финиш, наоборот, как бы подчеркивает то, что есть углубление. И на протяжении двух лет я регулярно пользуюсь пудрой от марки Too Faced. Она у меня рассыпчатая, прозрачная. И здесь практически ничего не осталось. Сейчас я купила пудру от Huda. Но это не то же самое. Это мельче. Это не ощущается на коже. Она не пересушивает область под глазами. При этом всем она очень круто фиксирует макияж. При помощи этой пудры я тоже делаю бейкинг. Ничего не пересыхает. Моя кожа не требует какого-то восстановления. Если я побольше нанесу ее на лицо и потом смахну кисточкой. И она тоже скрывает поры. И она даже как бы визуально подсвечивает область, куда я ее наношу. Но не за счет каких-то блесток, там явных светоотражающих частичек. Наверняка они есть, но человеческому глазу они точно не заметны. И не за счет цвета. То есть она не выбеливает. Я абсолютно точно в ближайшее время куплю ее себе снова. Потому что лучше пудры для стратегических зон я не нашла. Еще одна пудра, которая привела меня в восторг. Я часто ее пользовалась вместо тонального крема. Просто более плотной кисточкой наносила прям на чистое лицо. Это запеченная пудра от марки Пупа. Я думаю, что многие из вас ее знают. И такую же я подарила своей маме. Это уже цветная пудра. Она придает коже дополнительное покрытие. И у нее очень много применений. Можно наносить на голое лицо, так как я сказала. Или же если вы хотите добиться дополнительного покрытия, то на легкий тональный крем, на BBCC крем. Или же вы берете такую пудру и поправляете свой макияж в течение дня. Или же если вы не владеете какими-то супер навыками макияжа, и у вас постоянно пятнят бронзер, румяна, даже не можете как-то нормально распределить тональный крем, или сделать красивую тушевку теней в этом месте, где она заканчивается и уходит в кожу, вы набираете немножко этой пудры, и у вас все прекрасно. Мы берем чистую кисточку и подчищаем все границы там, где это необходимо. Сейчас мне нечего здесь делать, потому что у меня очень легкий макияж глаз, но имейте в виду, что такие пудры всегда нам пригодятся для того, чтобы макияж глаз тоже выглядел идеально. Это запеченная пудра с сатиновым финишем, и вот даже если у вас комбинированная или жирная кожа, присмотритесь к такому эффекту на лице, потому что когда кожа матовая, она смотрится более плоской, старше, она сухая, какая-то недоухоженная что ли, а когда это сатин, это больше как эффект 3D, то есть и поры скрыты, сглажены, и все как бы заматировано, но при этом смотрится как настоящая кожа, а не как что-то, что очень сильно припудрили. Два спонжа, которые сделали разрыв шаблонов в этом году, и оба из них недорогие. Первый это супер мягкий, его даже хочется назвать каким-то велюровым, это самый непрожорливый спонж от бренда Шик, обожаю, пользуюсь им где-то с декабря, наверное, или в январе он у меня появился, в общем, очень давно, и только сейчас на нем начали появляться какие-то мелкие трещинки, но им также можно без проблем продолжать пользоваться. Кстати, вот этой стороной я еще чаще пользуюсь, и она практически вся целенькая. Очень сильно люблю, и несмотря на то, с чем я его использовала, как долго он лежал в тональном креме, он очень хорошо отмывается по сей день. Если я постараюсь, то я могу домыть его практически до нового идеального состояния. И вот эта губка, это самый мягкий спонж, он даже приятнее, чем бьюти-блендер, он не такой пористый, сейчас он уже с одной стороны начал подсыхать, поэтому такой кривенький, но это просто идеальная форма, это бренд Ибра, я заказывала его онлайн, я оставлю вам все ссылки на те средства, которые я упоминаю в этом видео. Это просто замечательная вещь за копейки, которая служит, она не рвется, она также шикарно домывается, и вы знаете, спонжи для меня это незаменимые гаджеты, при помощи которых я выполняю макияж, и мне кажется, что ни пальцами, ни кистью невозможно распределить настолько ровно, настолько идеально любое тональное средство и консилер. И также мне нравится то, что спонжи снимают излишки средств на нашем лице, благодаря чему макияж смотрится и ощущается легче на нашей коже. Мне кажется, что я никогда и ни за что не променяю спонжи для макияжа, я себе даже не представляю, как там 10 лет тому назад я могла краситься без них. Обожаю! Восхитительное средство для контурирования и также бронзер как бы два в одном для светлой кожи, это Make Up For Ever оттенок S112. Я знаю, что самый популярный, во всяком случае, среди визажистов, очень часто слышу S116. Никогда его, не то чтобы не видела, не обращала на него внимания, но вот этот на меня смотрел, ну, год так точно, я все думала, ну, надо, не надо, надо, не надо. И когда я его купила, я поняла, что это попадание в яблочко, у меня давно не было настолько приятной текстуры, это как запеченное желе, как продукт в сухой текстуре, но когда ты начинаешь к нему прикасаться, он как будто тает. Я не могу сказать, что это крем, но благодаря вот именно своей такой интересной текстуре он ровно наносится. Он никогда в жизни не пятнил, он никогда не стирался, он даже не пылит. Я могу нанести его с самого утра, и вечером я буду выглядеть точно так же. Конечно, моя суховатая кожа способствует стойкости макияжа, но я бы очень хотела обратить ваше внимание на вот это средство, потому что в упаковке оно кажется очень безобидным, и даже на своче, но когда ты начинаешь наносить его на лицо, ты понимаешь, что ты выглядишь естественно, но при этом у тебя такое рельефное, точеное лицо, и это не смотрится как синяк, это никогда вас не подведет в повседневном макияже, но за километры не будет видно, что вы на макияжились от души, но при этом вы сможете подчеркнуть свои достоинства и, возможно, скрыть какие-то недостатки. Меня также порадовало то, что в бюджетном сегменте я нашла не менее достойные продукты, на которые я советую потратиться, если вы ищете что-то такое. Это палетка для контурирования от марки Хеан с более темным и светлым оттенком, именно такой серо-коричневый 1 и 2, и также приятнейший хайлайтер. Палетка пахнет немного искусственным кокосом, посмотрите на этот хайлайтер. Это такое равномерное освещение без блесток и такая же слегка кремовая консистенция. Если вы заказываете онлайн или если у вас продается этот бренд, то также советую присмотреться к их палетке, где скульптор, румяна и хайлайтер. Недавно в блоге показывала вам. Если же это чудо сложно доступно в вашей стране, но представлен бренд Lamelle, то помните, как-то зимой я восхищалась палеткой со средствами для контуринга, также здесь есть румяна и приятнейший хайлайтер. Это палетка в номере 1. Я не знаю, это была новинка или я просто сделала первый на нее обзор, но сейчас я вижу очень много хвалебных отзывов не только блогеров, но также покупателей. Я знаю, что многие из вас ее приобрели, и она вам подошла и понравилась. Вообще, если вы что-то купили по моей рекомендации, если эти видео как-то помогают вам, я всегда буду рада пальчику вверх. Это для меня такая своеобразная отдача от вас и, возможно, даже благодарность. В общем, мне всегда приятна обратная связь. Если вы поддержите пальчиком вверх, то я буду просто очень-очень вам благодарна, потому что я всегда стараюсь находить какие-то доступные средства в разном ценовом сегменте. Палетка от Lamelle также шелковистая, она приятнейшая, и это тоже такая вот, по моим ощущениям, запеченная текстура. Эти средства даже как-то не особо пылят. Здесь толковый, более холодный скульптор. Его можно смешивать для теплинки со вторым таким кофе с молоком. Очень естественно смотрится на лице. И хайлайтер тоже растушевывается в красивую такую, чуть не сказала по-польски, тафла. Ну, знаете, как вот поверхность, которая отражает просто свет, свет, но без блесток, без шиммера. И румяна тоже. Если вы любите матовые, то я думаю, что вы их оцените. Я же, честно говоря, чаще всего смешиваю их с хайлайтером, или же даже использую в качестве теней. Так что вот эта палетка очень универсальная, и можете ее использовать разными способами. Мои базовые румяна прошлого года, неожиданно Estee Lauder. Они были у меня в посылке с помадами, на которые я делала обзор. Они, конечно, феноменальные, но там очень яркие оттенки, которые я все-таки носила реже, чем остальные, чем те, которые будут в этом видео. Но вообще бренд Estee Lauder я люблю в целом. И вы знаете, наверное, в 80 случаях в прошлом году я красилась в очень удобное зеркало, которое прилагается к румянам. Но когда дело доходило там до макияжа глаз, я не знала, какие тени я выберу, какая у меня будет помада, что я надену. Я просто брала этот оттенок в номере, почти все стерлось. 310 наносила его, и он всегда очень хорошо подходил к моему любому образу. Это такие сатиновые, опять же, румяна. Они не матовые, не слишком сияющие. Когда у меня были какие-то несовершенства на моем лице, то есть неровная кожа, я тоже брала эти румяна, потому что они не подчеркивают несовершенство кожи, но при этом придают лицу свежесть, очень удачный оттенок. И здесь есть небольшой перелив, но они, наверное, одни из самых спокойных. Я никогда не получалась морфушенькой-душенькой, когда использовала это средство. Очень люблю, красиво на возрастной коже будет выглядеть. Если вы не любите румяна, я думаю, что стоит к ним присмотреться. Это красивенный персиково-розовый цвет, и расход у них минимальный. Но я лично вижу уже такую выемку, потому что я реально очень много раз пользовалась ими в прошлом году. В номинации самый красивый бронзер прошлого года побеждает Бекка оттенок Бали Сенс. Я думаю, что здесь все видно и понятно. Приятная, опять же, запеченная текстура. И по ощущениям, это такой полукремовый продукт, который не наставит пятен, который придает лицу свежесть. Легкий оттенок загара, причем естественный, не оранжевый. И здесь нет явных частичек, но на лице он, опять же, как такая вуальная сатиновая пудра. Вот все эти средства, которые я сегодня упоминаю, они не тяжелые. Они даже при наслаивании не смотрятся как-то так, как будто у нас слоеный пирог. И после этих средств мне даже не всегда хочется воспользоваться фикс-плюсом, потому что все настолько гармонично смотрится, и макияж не перегруженный. Иногда, вот я вспоминаю, то, как я красилась раньше, думаю, зачем? Ну, просто зачем? Когда есть настолько приятные и по ощущениям, и простые в использовании текстуры, и которые настолько красиво смотрятся. Вот когда ты подчеркиваешь то, что дала тебе природа, а не перекраиваешь, перерисовываешь себя. Сейчас я кайфую от таких средств, и оттеночек такой, опять же, как кофе с молоком, если вы купите, вы точно не пожалеете. Мне кажется, мы с вами сидим здесь уже целую вечность, но фавориты года как-никак. Туши для ресниц. Чаще всего я пользовалась тушью от марки Эвелайн. Уже все уши вам прожужжала о ней. На мне она шикарно работает. Что тут еще сказать? Она стойкая, она разделяет, ресницы фиксирует, подкручивает, придает объем и удлинение, и с ней я могу даже всплакнуть от счастья, и все шикарно. В общем, я не знаю, кто-то говорит, что она осыпается. Да, возможно, спустя полтора месяца она начинает немного осыпаться. Но даже когда у меня неудачная тушь, я скажу вам честно, что я наношу ее на верхние ресницы, а на нижние, для того, чтобы быть уверенной в своем макияже, что я не превращусь в панду, я наношу вот эту, даже когда она засохшая. То есть нижние прокрашиваю, и под глазами у меня чисто. Также мне очень нравились туши от марки Пупа. Я рассказывала о них в инстаграме, но, по-моему, на ютюбе ни разу не показывала в действии. Простите, обязательно исправлюсь в этом году. Сегодня это тушь под названием Vamp Extreme. У меня на ресничках, и также во всех праздничных влогах она была на мне. Здесь силиконовая щеточка, довольно большая. Я хочу сказать, что мне нравится сама формула туши. Пупа, она кремовая, она обволакивает реснички, она их фиксирует. То есть, я не люблю туши, которые вот красишь, и они такие сухие. Это не моя история. А вот здесь прям красишь, глаза сразу появляются на лице, ресницы мега черные, и макияж очень-очень стойкий. Потому что, когда во время праздников мы готовили, увидели, что я стояла над огромными кастрюлями, то есть, летел пар там, и при том, что я не использую матирующие пудры, никогда ничего там не отпечатывалось, не размазывалось, их надолго хватает. Вообще, марка Пупа в этом году меня очень сильно удивила, точнее уже в прошлом. Я все думала, какие тени вам показать, помимо Эвелайн, которыми я пользовалась целый год, и Нарс мне также очень нравятся. Но все-таки решила упомянуть те, на которых я как-то не делала акцент, но они давно в моей косметичке. Эти два средства подарила мне Вика Моисеева. И, о господи, насколько это прекрасно, насколько это стойко, просто, и как это красиво выглядит. Тоже в праздничных влогах на мне вот эти два средства. Я не использовала ничего. Как-то я вот взяла то, чем я быстро орудую, вот нанесла, и до свидания. Я вообще не смотрю на свой макияж до поздней ночи. Это тинт, который Вика создавала в коллаборации с Beauty Drugs. У меня оттенок 03. Это средство у упаковки кажется более светлым, чем оно проявляется на глазах. Это застывающий продукт, который даже приобретает немного такой холодный подтон, во всяком случае, на моей внешности. Я даже не знаю, с чем это сравнить, потому что у него лучше пигментация, чем, например, у Армани. Матовые тинты Армани сушат мне веки. Я не могу ими пользоваться. А с вот этим у нас все очень хорошо сложилось. И текстура у него какая-то такая... У меня тоже нет ничего похожего. Я не знаю, аналогов я не встречала. Растягивается бесконечно, надолго хватает. И эта вещь такая стойкая. Я часто наношу ее под более темные макияжи в качестве подложки. И дальше на этот тинт приклеиваю какие-то пигменты. Ну как, просто наношу пальцем. И это такой красивый оттенок на глазах. И он подойдет каждому типу внешности. И также моя Викулечка подарила мне тени Beauty Drugs, которые разрабатывались с Денисом Карташовым. И я думаю, что понятно, что мне они не просто подошли, а я их очень сильно люблю. Это такие мокрые тени, как мокрый прессованный пигмент. То есть это и не совсем кремовые тени, которые часто так скукоживают век, они некрасиво засыхают. Или они часто просто высыхают в упаковке. И по текстуре они плотнее. А здесь же все как-то так очень невесомо. Но на глазах это просто фантастика. Можно нанести кисточкой, и тогда это будет повседневный макияж. Сказала или нет, у меня оттенок 3. Тоже такая красивая бронза. Она подчеркивает цвет глаз. И здесь тоже нет шиммера. То есть сложно это объяснить, это нужно пробовать. И я хотела бы себе остальные оттенки, настолько это красиво смотрится. И так это быстро в нанесении. И если я хочу добиться вечернего эффекта, так как во всех моих влогах, я вот так наносила на палец, чпок-чпок, все готово. И я думаю, что вы со мной согласитесь, что макияж выглядел не просто достойно, а я бы, вот я люблю так говорить, я пошла бы так под венец, я бы так накрасилась в самый важный день в моей жизни. Вот как-то мне хочется выглядеть супер красиво, я использую вот эти тени и какой-то базовый оттенок теней, серо-коричневый, и все. Мне этого более чем достаточно. Реснички и свежий тон лица. Красота! Не могу не упомянуть корейский бренд Хэймиш и их палетки теней. Я как-то очень активно о них рассказывала летом, а потом просто втихаря пользовалась. Но чаще всего в моих руках оказывалась вот эта коричневая, базовая, как она точно называется, я напишу в инфобоксе. Здесь не просто, знаете, такая какая-то стандартная подборка теней, здесь есть разные текстуры, разные финиши, и с этой палеткой у меня всегда получался макияж на 5 с плюсом. Эта палетка все-таки в более теплых оттенках, хотя на самом деле эти цвета на глазах выглядят не просто как обычные коричневые. Вот эти вот два, они, конечно, переходные, такие теплые, но очень красиво смотрятся в складке века. Красновато-розовый, розовое золото, или же вот эти сатиновые. Ну, в общем, мне понравилось то, что они не ощущаются на глазах. Я как аллергик, я не могу пользоваться всеми тенями, у меня часто краснеют глаза, например, тени от Анастасии, да, они красивые, но я ощущаю их на протяжении всего дня, и у меня так с многими тенями, которые сейчас на пике популярности, у которых очень сильная пигментация, очень такая сыпучая текстура, для меня зачастую это как раз проблема, и я могу выполнить мега красивый, мега насыщенный макияж, но я потом страдаю в течение всего дня. И иногда все нормально, а какой-то день у меня вот проявляется аллергия, и я просто вот реально не могу выдержать, я не могу дождаться того момента, когда я умоюсь. Здесь же меньше пигментации, они не сыпятся, они не тускнеют, они красиво наносятся без базы, даже вот этот темный оттенок, посмотрите, и они тушуются как масло, никогда никаких пробелов, проплешин, неровностей, можно выполнить повседневный макияж, но мне очень нравятся вот эти тени, это такой глиттер, топпер, который наносится на веки, причем он такой кремово-влажный, он очень хорошо прилипает и не сыпется под глаза, то есть он имеет такую прозрачную базу, но супер много блесток, и это так красиво выглядит в уголке глаза или на центре века, о, если вы помните, летом я делала, ну показывала, как я выполняю макияжи, и это прям было вау, мой макияж глаз перевернули в этом году кисточки из Алиэкспресс, кто бы мог подумать, это как раз тот набор, который я несколько раз вам показывала, он состоит из пяти кисточек, они очень удобные, они супер мягкие, они как-то вот знаете, набирают тени и четко передают их на века, плавно растушевывают в дымку тени, и потом, когда я захочу использовать какой-то другой оттенок, мне даже не обязательно ее мыть, то есть все без проблем снимается на руку или на салфетку, и вы через пару секунд готовы пользоваться совершенно другим оттенком, у меня была подружка, которая всегда делает такой более насыщенный макияж глаз, я говорю, вот попробуй, это просто новый уровень кисточек для глаз, и она нанесла тени и говорит, а что так можно было, а скинь мне ссылку, и вот казалось бы, 20 долларов, это не так-то и дешево для Алиэкспресс, но поверьте мне, что это золотая цена за сразу пять кисточек, если вы даже профессионально занимаетесь макияжем, то эти кисточки просто обязаны быть в вашей коллекции кистей, то, что я сейчас вам покажу, стало полной инновацией макияжа лица в прошлом году, это пудра от Hourglass, я знаю, что многие показывают похожие палетки, но у меня была с бронзером, с хайлайтером и со светлой пудрой Dim Light, и она мне не подходила, я еще раз обращаю на это внимание, потому что я что-то как-то раньше не поняла, чего все так писают кипятком, а когда я купила эту палетку, буквально со скрипом зубов, потому что я думала, ну снова будет вот этот непонятный эффект, который я не особо оценила, но тут, девочки и молодые люди, если вы меня смотрите, я пропала, я обязательно докуплю себе пудру, вот эту вот темненькую, ну как, она просто хорошо подходит для моего оттенка кожи, а та была светловатая, я не люблю, прям такое жесткое высветление, и это называется Luminous Light, очень красивое подсвечивание, она заполировывает кожу, вот если у вас уже готовый макияж, или вы так же, как я, можете позволить себе нанести такую пудру прямо на такой влажноватый или застывший тональный крем, о господи, как же это красиво, это настолько красиво, что у нас был Новый год, и подруга, которая далека от макияжа, вообще от ухода, от косметики в целом, мы стояли, я стояла напротив света, и она говорит, Оля, если бы ты видела, как у тебя красиво светится лицо, что это? И это был последний штрих в моем новогоднем макияже, это эффект вот такой какой-то инстаграмной кожи, без единого изъяна, и что самое интересное, когда у меня неровная текстура, эта пудра так круто отражает цвет, что создается впечатление, что у меня вообще нет пор, что у меня нет ни единой неровности на лице, макияж с этой пудрой начинает играть совершенно по-другому, это как взять и отполировать старый самовар, это вот знаете, такая разница, вот ты наносишь и понимаешь, что может быть еще лучше, еще мягче, еще плавнее, и когда уже все на лице, бронзер, там румяна, хайлайтер, беру эту пудру и наношу ее разными кисточками, и в прошлом году чаще всего я пользовалась вот такой кистью от Eco Tools, она плотная, она супер мягкая, она очень прочная, я сколько бы раз ее не стирала, ни один волосок с нее не упал, очень удачная форма, и для припудривания, и для какой-то растушевки, даже для румян, потому что здесь такой заостренный кончик, и для бронзера можно использовать, эта палетка очень меня порадовала, и все-таки из всех трех пудр я хочу выделить одну, и если вы ищете какой-то аналог, который на лице смотрится настолько же роскошно, это пудра от марки Golden Rose, из линейки Nude Look, но только единственный момент, что она представлена в одном цвете, но он довольно универсальный, такой бежево-золотистый, и мне кажется, что он не подойдет только очень-очень-очень светлым девушкам, а все остальные советую попробовать, потому что это очень красиво на коже, карандаш для губ, который дарит нам миллиметр в подарок, который предотвращает посещение косметолога, который позволяет скорректировать форму, которая очень естественно смотрится, и который сочетается с очень многими нюдовыми и околонюдовыми помадами, это бренд Шик, оттенок Флоренс, это красивый холодный нюд, и я часто использую его даже с темными помадами, когда я хочу немножечко что-то там себе дорисовать, потому что я боюсь, честно говоря, делать себе губы, и скорее всего никогда на это не решусь, очень приятная кремовая текстура, но при этом он не растекается, не расплывается, хороший пигмент, и еще и стойки, можно использовать в качестве такой матовой помады на все губы, также мне очень нравился холодный нюд в седьмом оттенке от Lamelle, но он у меня уже закончился, и в конце любимая помада этого года, с ума сходила от плотных лаковых, таких блеска помад от Golden Rose, у меня в оттенке 2, это как по мне самый универсальный, такой розово-бежевый нюд, который я использовала и летом, и сейчас, с карандашом или без, тут уже решаете вы, но она в этом особо не нуждается, потому что у нее плотный оттенок, она хорошо увлажняет губы, она довольно стойкая, она приятно пахнет, и чего еще желать за такие деньги, ее надолго хватает, наверное на этом остановимся, очень-очень крутой запуск, по-моему они появились именно в прошлом году, или как-то в позапрошлом, ну в общем это относительная новинка Golden Rose, скажем так, помада, мне стыдно вам ее показывать, она в таком состоянии, но здесь уже, вот только на дне, я пользовалась ею очень интенсивно, это марка Hean, тоже копеечное дело, очень красивый оттенок, под названием 605 Reggae, это матовая застывающая помада, это такой темный нюд, это уже не холодный, такой лиловый, а что-то в стиле Мак Мэр, но она более стойкая, наверное чуть более приглушенный оттенок, но очень комплементарный, и если вы не умеете делать макияж глаз, или у вас нет на это времени, выбирайте более яркий оттенок губ, но умеренно яркий, просто такой более живой, более насыщенный нюд, скажем так, очень красивая, обожаю, и когда она подойдет к концу, я побегу за второй, помада, которая досталась мне этой осенью, но я ее так люблю, что я не могу остановиться, и перестать ее пользоваться, часто в инстаграме вы с ней меня видите, это марка NARS, помаде тоже досталась, уже такая потрепанная жизнью, оттенок Бухара, и это матовая помада, но она настолько невесомая на губах, то есть она ложится самым тонким слоем из всех помад, классических вот таких матовых, при этом она дает хорошую плотность покрытия, не старит наши губы, не сушит, я знаю, что многие ее приобрели, по моей рекомендации, и я надеюсь, что вы также довольны своей покупкой, также в конце года, мне досталась целая коллекция помад от марки Пупа, и я очень давно не пользовалась красным цветом, потому что мне хотелось чего-то современного, чего-то стойкого, чего-то насыщенного, такого живого, более даже молодежного и сексуального, потому что это именно такой цвет, оттенок 06, это новинка, I'm Love Proof, очень стойкая, очень комфортная, здесь приятный аппликатор, очень такая пластичная в нанесении формула, то есть она и не растекается, и дает нам время, чтобы ее распределить ровно, она не нуждается в карандаше, и мы наносим, там все раскрасили, она быстро не застывает, то есть как-то там не залипает на губах, это и не суфле, она прям вот жидкая, но не настолько жидкая, чтобы плавала куда-то там, затекала морщинки, нет, с ней все чудесно, и оттенки тоже очень красивые, показывала вам в инстаграме часть из них, часть подарила в конкурсе, но шестой я использовала очень много раз, в последнем месяце этого года, и настолько удачного красного цвета, в такой стойкой, надежной формуле, у меня не было вообще, по-моему, никогда, поэтому забираю с собой эту помаду в этот год, и наверняка вы о ней услышите еще не раз, или о других оттенках. Друзья мои, на сегодня это все, я надеюсь, что вы узнали что-то новое, что-то интересное и полезное, конкретно для вас, конечно же, я готовлю еще две части, которые появятся в этом месяце, так что встретимся в других видео о фаворитах прошлого года, а я вам желаю хорошего настроения, хорошего дня, хорошей погоды, и просто хорошего, удачного года. Все, всех целую и обнимаю, пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро.